Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Цель канала просвещает потенциальных покупателей, продавцов, а также профессиональных операторов рынка недвижимости. Сегодня мы будем говорить о рынке жилой недвижимости города Тернополь и Тернопольской области. Мы поговорим о первичном и вторичном рынке. Мы поговорим о колебаниях и тенденциях. Мы также разберемся, какие факторы влияют на развитие недвижимости и рынка недвижимости в целом. Итак, друзья, смотрим подготовленный мою материал. Перед вами карта города Тернополь. Мы будем говорить о колебаниях. Это краткосрочные явления, которые протекают на рынках. Период исследования август-сентябрь 2020 года. Друзья, как вы уже обратили внимание, город Тернополь не имеет административного деления по районам. Я уже вам говорил, что особенность городов, которые входят в западную территориально-экономическую группу городов, именно в том, что у них нет деления на административные районы. Итак, давайте вернемся к колебаниям. Что такое колебания? Какие факторы влияют на колебания? Колебания, как вы уже знаете, их не следует, не анализируют. В силу того, что на колебания влияют внешние экзогенные факторы. То есть факторы, которые невозможно предугадать. Одним из таких факторов является COVID-19, который повлиял на многие рынки и стал триггером мирового экономического кризиса. Возвращаясь к рынку живой недвижимости города Тернополь, мы видим, что за период исследования август-сентябрь стоимость квадратного метра незначительно снизилась минус на целых 18 сотых процента. Это в целом по городу. Мы продолжаем говорить про социальное жилье. Это квартиры, которые были построены в период с 1950 по 1992 год. Всего на территории Украины эксплуатируется 17 миллионов 100 тысяч квартир. Большая часть из которых принадлежит к этому классу, а точнее 15 миллионов 200 тысяч квартир. Такое наследство в виде жилого фонда нам досталось после развала Советского Союза. Мы также в течение года в целом по Украине наблюдаем порядка полутора миллиона квартир данного класса, которые выставляются для продажи. Так что выборка, с которой мы работаем, она однородна и репрезентативна. Мы видим, что в сентябре месяц средняя стоимость квадратного метра достигла 548 долларов за квадратный метр. И показала нам незначительную динамику снижения минус на целых 18 сотых процента. Ну а о перспективах данного класса жилья давайте попробуем разобраться со следующим слайдом. Итак, перед вами гистограмма. Мы будем говорить уже о тенденциях. Это долгосрочные явления, которые протекают на рынках. Мы также знаем, что на тенденции влияют внутренние эндогенные факторы. И мы также знаем, что именно тенденции изучают и исследуют люди, которые занимаются подобным видом деятельности. Друзья, вы конечно же помните, что рынок недвижимости является сложной саморегулируемой социально-экономической системой с обратными связями. Итак, какие внутренние факторы влияют на эту систему? К таким факторам относятся соотношение спроса и предложения на рынке недвижимости. В данном случае, кстати, об этом факторе мы будем говорить чуть попозже. К таким же внутренним эндогенным факторам относятся наличие инвестиций, есть инвестиции или же отсутствие. Мы также с вами хорошо знаем, что рынок недвижимости развивается только в том случае, когда растет экономика. То есть, когда появляются новые рабочие места, строятся новые фабрики, заводы, появляются новые субъекты хозяйственной деятельности, чего, к сожалению, у нас не наблюдается. Только когда в таком случае у людей есть возможность зарабатывать не только хлеб себе, но и откладывать деньги для приобретения недвижимости. Кто-то приобретает первую свою квартиру, кто-то загородный дом, кто-то приобретает коммерческую недвижимость. Все это, друзья, возможно, когда развивается экономика. К сожалению, на сегодняшний день эта история не про нас. Возвращаясь к рынку недвижимости, мы будем говорить, как я уже говорил, о тенденциях. В период исследования в сентябре 2019 года мы видим среднюю стоимость квадратного метра в целом по городу 541 доллар. И уже в сентябре 2020 года мы видим среднюю стоимость достигла 548 долларов. Что, в общем-то, в годовом измерении показало нам положительную динамику плюс 1,29%. Давайте обратим свое внимание на эту гистограмму восходящую. И мы видим, что в июле месяце гистограмма поменяла свое направление. Направляется вниз. Как я раньше говорил, предполагаю, что к концу года мы увидим снижение стоимости квадратного метра в городе минус 1%. К сожалению, я ошибся. Это уже очевидные вещи. То есть, рынок отреагировал на кризис, но недвижимость не снижается теми темпами, которые я предполагал. То есть, в любом случае, мы к концу года увидим положительную динамику. То есть, это будет порядка, наверное, 1% роста в годовом измерении. Давайте попробуем разобраться, что происходит с квартирами эконом-комфорт-бизнес-класса. Это жилье, которое было построено в период самостоятельной независимой Украины. Мы также знаем, что общее количество квартир этого класса, который эксплуатируется, это 1 миллион 900 тысяч. Вот так немного было построено комфортабельного жилья за период современной независимой Украины. Мы также знаем, что квартиры эконом-комфорт-бизнеса отличаются от социального жилья большими отражами общей живой площади, более развитой инфраструктуры, но, естественно, более комфортными условиями проживания. Мы на протяжении года в целом по Украине наблюдаем порядка 200 тысяч квартир этих классов, которые выставляются для продажи. Так что выборка, с которой мы работаем, она, еще раз повторюсь, однородна и репрезентативна. Мы видим, что в сентябре месяце средняя стоимость квартир данного класса в целом по городу достигла 606 долларов. Что показало незначительную отрицательную динамику снижения минус 0,16%. Ну, о перспективе краткосрочной, как я уже говорил, мы в конце года увидим все-таки положительную динамику где-то порядка плюс 1% в годовом измерении. Давайте попробуем поговорить о показателе интересном. Я вам говорил, что один из внутренних факторов, который влияет на развитие рынка, это соотношение спроса и предложения. Мы будем говорить о спросе. Данную информацию мы формируем на основании данных, которые предоставляются Министерству инвестиций Украины. Мы будем сравнивать первого полугодия 2019 года с первым полугодием 2020 года. Будем говорить о количестве транзакций. Вот структура транзакций вы ее видите. Это договора купли-продажи, мены, дарения и так далее. То есть цифры есть, сравнить можете. То есть мы уже будем говорить о тенденциях. Это долгосрочные явления, которые протекают на рынке. Будем говорить о спросе. То есть о договорах купли-продажи, квартир и жилых домовладений. Друзья, что мы видим? Мы видим, что в первом полугодии 2020 года было приобретено 58 024 договора. Там было подписано, точнее купли-продажи, квартир и жилых домовладений. Что практически на 24% меньше, чем в первом полугодии 2019 года, где мы видим количество договоров купли-продажи. Было 76 264 договора. То есть мы говорим о показателе рынка. Это показатель спроса. Какое количество было приобретено. Совершенно очевидно, что рынок недвижимости реагирует так же, как и все остальные рынки. У людей меньше денег. Естественно, мы видим, что активность рынка снижается. В целом это порядка 24%. Что, собственно говоря, является тенденциями, которые будут длиться до конца года. И весь следующий год, о чем я вас буду информировать в своих следующих видеороликах. Ну и пришло время поговорить о первичном рынке. Квартира эконом, комфорт, бизнес класса. Первичный рынок это квартиры, не сданные в эксплуатацию. Мы видим, что в сентябре месяце средняя стоимость квадратного метра достигла 410 долларов. Что показало нам незначительную отрицательную динамику. Минус 0,24% снижения за период август-сентябрь. Друзья, напомню вам, что первичный рынок исключительно продается за гривну. Национальную денежную единицу. Для вашего удобства мы переводим это все по курсу Национального банка в доллары. Для того, чтобы вы могли сравнивать в динамике процессы, которые протекают на первичном и вторичном рынке. Итак, уже больше 8 месяцев, я говорю, что первичный рынок первый вошел в состояние кризиса. И стоимость медленно, но уверенно снижается. Это является уже тенденциями, которые будут длиться до конца года и весь следующий год. И в подтверждение этого мы поговорим с вами о интересном показателе, который мы формируем из данных, которые предоставляются службой статистики Украины. Мы будем говорить о количестве квартир, сданных в эксплуатацию. То есть мы опять будем говорить о первичном рынке. Почему первичный рынок вошел в состояние кризиса гораздо раньше, чем вторичный рынок. Мы будем сравнивать 2017, 2018, 2019 год. Естественно, по Украине в целом 2019 год, если сравнивать с 2017, мы видим, что на 10% меньше было сдано в эксплуатацию нового жилья. А точнее 88245 квартир, это в целом по Украине. Если говорить о Тернопольской области, то мы видим в 2019 году количество квартир, сданных в эксплуатацию 2388 квартир, что на 20% меньше, чем в 2017 году. На самом деле мы видим, что с 2018 года, в общем-то, строительная отрасль в целом по Украине, так и по Тернопольской области испытывает определенные затруднения. То есть в состояние кризиса вошла в силу того, что у людей нет возможности покупать квартиры. Соответственно, компании-застройщики вынуждены снижать все меньше и меньше вводят нового жилья на рынок, естественно, недвижимости. Поэтому, друзья, эти тенденции будут продолжаться до конца года и весь следующий год. Продолжение следует... И еще, друзья, помните, что о недвижимости и статистике позаботимся мы, а вы позаботьтесь о своем здоровье. Не болейте, друзья, и вовремя оплачивайте жилищно-коммунальные услуги компаниям «Монополист».